разлучница ты чего все как у бузовой ты за ней все повторяешь какой стыд какой позор тебя преследовала тень его бывшей жены а не надо уважать она не заслужила на теперь не родила пацана как на самом деле у вас начались отношения с димой тарасовым я же говорю сначала было такого отторжения когда ты поняла что завязывается уже что-то серьезное запахло похотью а уход из футбола он тяжело переживал в семье проблемы проблемы с трудоустройством каких психологов смотрит дмитрий тарасов за я конечно все понимает вообще в себе сколько сейчас вообще стоит сделать грудь все его называют сисечным богом у вас есть брачный контракт дим подписал что он не претендует на квартиру как сейчас строится ваш доход сейчас папа работает вам красиво и анастасия костенко жена футболиста дмитрия тарасова вице мисс россия 2014 и мать троих детей впервые решила дать большое интервью чтобы самой развеять домыслы хейтеров у меня сегодня в гостях анастасия костенко тарасова тарасова да точно тарасов а ты фамилию сразу сменила как только вышла замуж за дмитрий публика мне и не сменила а почему же я тебя назвала своей фамилией а меня все так называют вся сми и обсуждают вашу пару как никого вот почему я тебя пригласила потому что каждый день я читаю телеграм-каналы разные сообщества сми и вы просто на устах у всех чуть ли не каждый день как ты думаешь почему много факторов я думаю что интересно потому что здесь можно сравнивать все что угодно да и делать отсылки к разным прошлым отношениям но все-таки одно дело обратить внимание да сфокусировать а другое дело удержать хотя я особо так и не стараюсь ну что удерживает внимание к вашей паре как считаешь наверное все ждут нашего развода вот как начали интервью его до прогнозировали через год через два но вот мы уже отметили пять лет в браке а мне кажется что не развода ждут а просто нравится обсуждать вашу пару потому что как как вы что-то не сделаете так это на устах у всех плюс еще многодетная семья это тоже и многодетная семья история вашего знакомства история вашего брака но давай из последних новостных поводов начнем конечно все обсуждают грудь анастасии тарасовой расскажи что ты сделал потому что там столько версий и что как будто она не такую сделала и зачем она ее сделала и это наверное потому что тарасов требовал и поставил ультиматум нет на самом деле дима изначально когда мы с ним познакомились он против всех вмешательств и наоборот как раз таки его привлекло внимание его привлекло во мне то что я ничего не делала ничего хотите проверяйте и он сказал что любит естественность и как-то не было никаких уж точно некой побуждений а потом уже спустя время я я сразу знала что я буду многодетной мамой и почему-то думала что сразу узнал сразу знала а сразу ну я родилась многодетной семье и у меня была такая цель потому что я очень люблю детей и так совпало что и дима их любит то есть изначально у нас очень много было общего планы и цели и я уже тогда понимала что после третьего ребенка если что если вдруг там что-то будет не так я пойду и сделаю грудь если получится записаться к известному доктору дмитрий владимирович то сделаю нет значит не надо ну а как же быть со словами той же самой бузовой которая наоборот рассказывала что когда они были в браке диме не нравились ее формы и он просил ее увеличить грудь и у меня всю жизнь во время брака мне говорили что у меня маленькая грудь вот было бы классно муж говорил а вот было бы классно если ты сделала сиськи я в это не очень верю потому что она придумала это не знаю ну я это уже семь лет почти семь с димой и я знаю что шесть шесть лет почти 7 и я знаю что он точно против всех этих изменений и я не думаю что он резко так изменился именно со мной не думаю сколько сейчас вообще стоит сделать грудь смотря у кого вот давай интерес потому что все обсуждают девушек которые ходят по разным хирургам москве все обсуждают у кого как у того начата какие-то проблемы у того какие-то дефекты а кто самый лучший и друг против друга там что-то говорят эти хирурги давай вот раз ты пошла что слышала что знаешь и почему именно выбор упал на дмитрия мельникова мельникова все его называют сисечным богом и это действительно так я ознакомилась с его работами у меня очень много знакомых которые как раз таки после него это не только эти девочки которые вот жили-жили им это пришло в голову и они решили поменять то есть он работает со сложными проблемами не только хирург он еще и реконструктор и это меня тоже привлекло что он занимается такими благими делами и видела все его работы до и после все внимательно мониторила и у меня возникла такая про не то что идея фикс потому что это больше про какую-то там навязчивость комплекса нет мне просто был план что после третьего я обязательно сделаю грудь но ты хотела увеличить или форму что-то первое что я хотела вернуть объем потому что раз уж мы об этом говорим и это в основном большая боль многих женщин но мне уменьшилась то есть тут уже не подходит знаете там принимай себя но смысле у меня было два с половиной а тут единичка то есть вроде все хорошо но дальше следовал просто плану я еще записалась будучи беременной третьим малышом и как-то диме так аккуратно обронил он он был против тем более что записаться это не значит уже пойти сделать операцию и потом уже пришло время консультации я поехала вернулась просто такая зачарованная и рассказываю что представляешь вы тоже были случаи где мужчина против но потом эти же мужчины говорят вы знаете доктор я не знаю что вы сделали но жена изменилась расцвела то есть он просто многим женщин возвращает уверенность или даже не то что возвращает он ее умножает и это факт очень красивый правда работая выбирала вот ты как-то сегодня так оделась что непонятно еще рано с ними шпиджак и все убиты прекратят критиковать грудь анастасии да всем наверное обратили внимание тогда во первых и не то что свет неудачно пал у меня был окон и получается что отражение пала так что как будто у меня тут что-то круглое то есть одна грудь более естественная другая боль а говорили про асимметрию да да но она кстати тоже имела место быть это всего лишь пятый день врачи дают минимум полгода на восстановление то есть к тому моменту отек только нарастал я еще тогда не понимала что он опускать обыскаться может в живот на следующий день может быть в другой груди то есть это такой интересный а это импланты или сейчас современные технологии да импланты да импланты без подтяжки это там подтягивать нечего было то есть у меня как говорит врач была очень простая операция сколько нужно выложить девушкам сейчас за такую грудь как тебя если хочется попасть к очень хорошему врачу то это от двух миллионов два миллиона стоит грудь да красиво естественно золотая бриллиантовая грудь по моему дешевле сейчас можно как-то уложиться я честно говоря ну посмотрела там некоторые работы где гораздо дешевле но не легло то есть ты выложила 2 миллиона да потому что он делает очень красиво это получается естественно мне это понравилось сама заплатила или как-то мужа попросила содействовать мужа конечно то есть муж оплатил грудь которую не хотела чтобы ты делала да и остался доволен результатом пока еще рано говорить я хожу в сети и он конечно от этого злится потому что я соблюдаю я очень исполнительный пациент я соблюдаю все соблюдаю рекомендации еще один случай когда вы были на устах у всех и конечно же это ролик с участием вашей дочки где дима лежит на диване обсуждается не играть с ней в больницу и упоминает про секс говорить своей дочке а секс там прописан ну как какая-то там у них игра и она что-то отвечает и после этого на него обрушился просто адский хейт и он удалил ролик от тебя получил за это удалил как-то отреагировал когда это у меня не было дома я тогда была на собрании в госдуме союз блогеров россии и раз мы про это поговорим выпала до минутка у меня я вышла и как раз мне прислали этот ролик и он честно ничего не понял но мужчины что с них взять вот у него бывает неудачный юмор неудачно это не значит у нас ребенок в курсе и понимает о чем ведется беседа вот бывает сколько лет дочки на тот момент четыре с половиной четыре с половиной года и вот он с ним про это заговорил но не то что про это они играли врач и пациент вот она ему писала назначение он так тихо сказала это можно видимо укол был в мою сторону а когда ты у него спросил зачем ты это сделал он что ответил не совсем понял что произошло не поняла что с детьми нельзя про это говорить и выкладывать это социальную сеть ну нет почему он тоже продвинутый и я знаю что он смотрит многих психологов и вот доказательные что вот потихоньку ребенку нужно объяснять некоторые моменты но я ему объяснила что это очень рано очень интересный момент кого каких психологов смотрит дмитрий тарасов в основном тех кого я ему кидаю в директор кого кидаешь тоже не хочется как бы никого но интересно животная эта тема вдруг они изменились сейчас и скажут ага нифига себе нас смотрит таких психологов но мне очень нравится шахов но такой больше женский психолог который доносит мужчинам как нужно женщинами общаться хотя в последнее время я стала видеть обратное что не может не радовать также мне нравится детский психолог петрановская зайцева это доказательный психотерапевт наталья толстая тоже и но это тех кого активно мы видим друг у друга в сообщении и вот он смотрел это все что им присылаешь или просто так смеется да у всех это жизненная ситуация когда жена девушка кидает мужу какой-нибудь понравившийся рилз я решил обратиться очень у нас мы как бы с димой не скрываем мы бывает ругаемся у нас был один из таких сложных периодов это вот как раз таки после рождения ребенка или второго или или второе или третьего я уже не помню и столько уже говорила его обратиться к психологу который поможет услышать мне его а ему меня а вы не слышали друг друга какие-то проблемы какой-то момент да что вот просто не слышали я еще плюс кормила грудью так тому что когда у женщины высокий пролактин очень сложно ей вообще что-то понять донести и все утрируется особенно негативные голове накручивается я так вообще могу накручивать тогда могла вот и вспомнила что моя подруга когда-то обращалась к этому психологу почему я не очень люблю называть до кого-то рекомендовать потому что вот я упустила тот момент такой как она его рекомендовала три года назад я же помню фамилию точно обратились сначала у меня был сеанс он конечно странные такие вещи наговорил что я отрицаю а ну вот это было после дочери девочки что я отрицаю женское начало поэтому мне посылает бог почему не верующий он атеиста и мне посылает бог девочек чтобы я приняла это начало я говорю каким образом я это вообще отрицаю я наоборот поддерживаю женщин ласковая всем менял вину что вот только девочки рождаются чтобы ты отрицаешь да да что это вот как некая мне некий урок как-то вот так пренебрежительно потом сеанс был у димы он мне потом перезванивает и говорит зая конечно все понимает и вообще в себе я такая что случилось ну да он такой давай приезжай поговорим я приехала мы с ним сидели пелесок ужинали он такой говорит так смотрю так нервничает выслушай мне вот интересно ты где его в села я что не ему то сказал ну вот сейчас я перейду в нижних дел и говорю посоветовала он знает это нашего общая знакомая он такой он просто как бы человек мне говорит надо надо изменять ты что типа дурак и он такой ну что он тебе нарекомендовал и и начал его расспрашивать это уважаешь свою жену он такой ну конечно а не надо и уважать она не заслужила на тебе не родила пацана и он такой сидит в шоке такой это вообще что ему теперь придется жить с этими знаниями нет он спокойно как раз таки не очень мнительный человек точнее вообще не мнительный и ему как залили так и вылилось а я вот сидела думала кошмар какой-то кому позвонили общие знакомые говорю так и так ты что это тогда рекламировала на говорить на это видимо не проснулась это было три года назад и после этого я вообще в шоке что он там делает то есть это все к тому что нужно обращаться все-таки к проверенным грамотным людям специалистам желательно которые оканчивали медицинское учреждение высшее потому что можно навредить очень сильно это не то что там какие-то коучи которые прошли курсы я тоже могу стать коучем это несложно просто я не хочу заниматься тем на что не положила свою жизнь все-таки я советую что это я считаю что это идет уже от бога потому что целая наука которые в которой нужно разбираться и ни в коем случае не навредить а реально помочь а зачастую все эти коучи сами нуждаются в специалистов помощи конечно но ведь у вас с димой и у самих был свой марафон до курсы или как-то назвать создание идеальной семьи как он назывался кодекс семьи тарасова что это был за проект и потому что только что говорила что все это нужно как-то квалифицированно подавать людям но я так понимаю что вы это просто сделали вообще что что это было у нас была фокус-группа у нас были специалисты то есть сейчас в принципе ни один медийный человек ни один блогер не выпускает свои курсы без организаторов в состав организаторов входят не только люди до которые продюсеры договариваются все по цене и так далее также люди специалисты психологи которые также именитые и мы сначала так сказать сканировали аудиторию их запросы потому что уже давно нам поступали предложения чтобы мы то сделали то люди хотят ориентироваться всем же идеально интересно как это так у нас что-то типа идеального как кажется до многим и как к этому прийти потому что дима яркий как раз таки пример как вот можно построить свою жизнь несмотря на какие-то ошибки в прошлом да как можно так так сказать с нескольких попыток взять и построить потому что это частая проблема у нас многие боятся что-то взять и завершить потому что останавливают дети и разные такие моменты которые потом очень негативно влияют на саму личность и конечно всем интересно было наше мышление да как к этому прийти и мы понимали что мы не можем вдвоем так взять и выпустить продукт в котором мы совсем разбираемся также тоже по насоветовать и так же то есть у вас были какие-то авторы вот этого марафона конечно да а ваше участие на сколько процентов там было в основном это было участие дима так как я была беременна лешей и вообще была посвящена как раз таки и детям и беременности рассказывала о себе там тоже у нас мы же общались со своими участниками лично рассказывали свои истории и давали задания которые как раз таки давали все психологи и у многих были конечно большие результаты как им казалось да что еще для человека нужно который добивается своих целей например многие мирились со своими родителями с которыми ни в какую никак не могли найти общий язык восстанавливали связь с близкими не только да там родственники родители мам папы с бывшим другом с подругой но назывался-то марафон кодекс семьи тарасовых да мы его опубликовали кодекс давай для тех кто пропустил этот чудесный марафон я вот например не успела посмотреть и пройти кодекс семьи тарасовых что это какие там основные марафон марафон не так назывался как у нас был отдельный кодекс а то мы его как это свод законов отдельно ну да 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 а марафон сам другое но давай общими словами все таки чему учили вы людей тогда лично мы ничего не учили мы рассказывали о себе и чем мы руководствовались а психологи которые были на курсе и кураторы уже это переводили так сказать на научные с научного людям сколько вы заработали тогда мы нисколько не заработали да ладно вот просто так вот и придумали чтобы делать добро людям обычно же на этом зарабатывать ну тогда я на этом как-то не акцентировала и не вникала в эти дела то есть чтобы благотворительные акции получается если сейчас посмотреть на блогеров их марафон и курсы там какие-то гигантские деньги этим занимаются производством этих марафонов курс специальные конторы люди которые просто штампуют их для всех возможно мы выбрали просто не ту группу на которую можно положиться имею ввиду вот организаторскую то есть на вас заработали этого я не знаю честно дожди но люди же заходили там платили деньги за ваш курс куда деньги-то делись плачивались ребятам которые с ними работали психологи аккуратно вы ушли в этот в минус или в ноль в ноль в ноль ушли и больше мысли о марафонах у вас не возникало нет а если бы сейчас вот вы поняли схему при которой все таки можно заработать как бы назывался новый марафон от семи тарасов это сложный какой-то вопрос потому что я бы там не задумывалась сейчас вообще другие цели другие ориентиры тогда конечно хотелось помочь людям потому что очень многие пишут постоянно задавали вопросы но сейчас кстати тоже и что спрашивают кстати как ни странно в основном обращаются ко мне женщины которые либо вторые жены либо третьи жены как вот принять наличие ребенка у мужчины то есть представляете такие темы беспокоит женщин и какое-то время я давала советы лично каждая потом поняла что я теряю на правда очень много времени и так в марафон который тебе нужно самой открыть свои курсы видимо да потому что это оказывается очень большая проблема наверняка тебя ранят все те определения в твой адрес которые звучат потому что давай так честно когда твое имя возникает на устах у всех первое что говорят а это вот девушка которая увела тарасовой разлучница 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 анастасия костынка вот ты сама когда это первый раз услышала переживала конечно я очень переживала потому что я воспитывалась в определенной семье у нас все в основном люди культуры искусства дедушка была директором музыкальной школы главный редактор и газеты сальская степь также газета степная лира бабушка у меня была директором дворца культуры железнодорожников то есть у нее это до сих пор сохранилось ей 82 года она ни разу не уходила длительный отпуск она до сих пор работает несмотря на то что у нее один глаз видит другой нет и я очень переживала как они это все будут переживать потому что город маленький и все интересуются подходят то есть когда были какие-то конкурсы конечно так если тогда это было все так масштабно да все интересовались то я представляла что сейчас начнется и я очень переживала как они отнесутся но все-таки это вообще другие люди другое воспитание и им просто все равно на вот эту категорию которая полоскала ежедневно или ежемесячно а ты отвечала этим людям которые писали комментарии пыталась как-то в самом начале конечно конечно я пыталась оправдаться я пыталась не то что поставить на место но указать на границе пыталась доказать обратное и пристыдить то есть это вообще не ваше дело я не понимала почему меня судят как героиню какой-то книги объясню почему мне это все было дико потому что как бы героиню мы-то знаем да все черты характера и и нам автор как бы все подробно дает для этого чтобы мы имели право и усудить а я это не героиня я живой человек и я в принципе никого не подпускала чтобы у меня кто-то узнал но уже начинают судить по каким-то вырезкам и сми а все потому что ты наверное не давала каких-то больших интервью и рассказов о себе и аудитории собственно не рассказывала о том как на самом деле у вас начались отношения с димой тарасова давай у нас прозвучит уже эта история чтобы поставить точку чтоб отстали от тебя все у кого к себе до сих пор масса вопросов ну что скоро начнут обсуждать вспоминать не мою же фразу что я никому не дам тапки чтобы все прошли в личную жизнь хотя я уже правда долго думала и понимала что когда-то придет момент вот уже дима рассказал и как тому же в социальной сети это озвучивали как познакомились в принципе ничего запретного и ужасающего в истории знакомства не было это типичные наверное случаи которые бывают просто общая компания так совпало и причем в этот день все шло к тому что я не должна была там присутствовать потому что приехала моя подружка она переезжала в москву и долго мы не могли с ней увидеться и я специально пришла после учебы как раз таки у меня жила моя сестренка я забрала после учебы на мне училась в школе балета то есть грустно мне не было и готовилась к вечерней встречи обычно никуда вечером особо не выходила тут я собиралась и звоню подруге ну что все в силе она ой настюш тут тоже ее подруга будет с ней еще будет компания а я знаю ты не очень хочешь с кем-то общаться закрыто этом пообщаться и лично может другой раз тогда просто переживаю что тебе будет неудобно на что говорю слушаем уже можем отсесть да там даже никто в клетке держать не будет пообщаемся спокойно а фух ну ладно если ты согласна все то я переживала что получится недоразумение вас приглашали в какую-то компанию да то есть я должна была сначала с подруга ее подруга как раз таки вот общалась другом димы и вас позвали чтобы провести нескучный вечер вот каких-то девушек но не то что нескучный вечер скорее подруга ее стеснялась наверное наедине оставаться и вот позвала но как это обычно и бывает да там девчонки оцените нормально серьезно он ко мне относится или нет и вот так в принципе и был общий вечер я тогда уже рассталась со своим бывшим со своей первой любовью на тот момент и никто не верил потому что все думали очередная ссора хотя это были длительные отношения были очень длительные отношения почти 6 лет четыре месяца и никто не верил думали очередная ссора сколько таких было миллион и какой-то момент начали делать комплименты что расцвела что мне искра в глазах ты что помирилась я говорю нет ты с кем-то общаешься нет я правда ни с кем не общалась я просто углубилась в учебу и поняла что мне больше не хочется быть в роли жертвы так уж сажать вы да а что это были за отношения очень больные отношения болезненные не хочется как-то их с плохой стороны вспоминать все таки мне кажется если бы не они неизвестно в общем я считаю что все не бывает в жизни случайно для чего-то они нужны были для определенного опыта для возможно того что сейчас имею чтобы смотреть и благодарить за то что есть но 6 лет вы встречались вот с предыдущим мужчина это же получается сколько тебе лет было когда ты его встретила в 16 лет 16 лет кто он был я думаю не публичный человек и не хочу бизнесмен обсуждать у меня же тоже был тогда подросток студент на тот момент был вот и мы тогда как раз таки вот познакомились но я как бы особо везде это афишировала на первое впечатление вот увидела диму тарасова на что ты подумала о нем я так и подумала что он гуляка то есть он пришел я даже ему это припоминаю говорит ты пришел во первых он очень любит парфюм все время у меня следить за тем чтобы приятно пах и вот он заходит помню прям этот аромат вдал в нос еще что за аромат он до сих пор им пользуется амуаж амуаж да это мужской мужской и вот такой тяжелая артиллерия да и я даже ему сказала как-то вот запахло похотью как-то мне стало не по себе а тут еще накануне у меня кто-то спрашивал все же из моего города думают если я переехала в москву значит я каждый день на каждой станции встречаю звезды в курсе всех событий мне как бы это особо не было интересно я училась на факультете филологическом отделении журналистики и я тогда еще так спорчила но с дымом как-то не очень рада была потому что я так же как и все наверное считала что футболисты это игроки не только на поле но и в жизни их нужно обходить стороной это избалом мальчишки но я не могу сказать что мы весь вечер этот общались с ним нет абсолютно нет но были какие-то шутки не в мою сторону вообще в общем и знать он становится же понятно когда человек счастлив когда несчастлив и вот тот момент наверное у него когда это уже был край него в отношениях то есть это это заметно было что в семье все очень плохо как раз так поделился с тобой при знакомстве в первую встречу нет даже наоборот старался пристыдить ну я понимаю что как-то во первых как только переехала в москву не тетя предостерегла что здесь мужчины нету была единственная тетя поддержки с которым из группы поддержки с которым очень близко общались она предостерегла что мужчины в москве ушла избалованы настойчиво я была да очень аккуратно ни в коем случае не верила ушам она говорит заливает очень здорово то есть я их боялась и я поняла что я не понимала вообще как компания относится да вот смотрю вроде к нашей подруге которая нас принципе подруга подруги так сказать привела за ней там ухаживала думаю а мы как-то ну чувствую себя не очень в тарелке как-то старалась подчеркнуть что как бы мне вообще не интересно и я не пришла искать женихов и вообще я сказала у меня есть жених я помолвена это ты ему сказал да он поинтересовался за столом когда мы общались и он такой ребят представляете у нас тут сидит помолвленная говорю а почему не могу здесь сидеть мы что пришли пришла бы взять подругу и все так вот мы закусились и говорю это вообще женат хотя до этого когда мы представились он такой он ты наверное знаешь меня нет не знаю собрала да я же говорю сначала было такого отторжения и думаю избалованно скажу что не знаю а когда состоялась вторая встреча как вообще завязалось общение ну подруга общалась и все время звала и я заметила уже думаю в который в который раз человек без своей жены ну как бы такая компания достаточно но все свободные были ребята и уже потом на как на какую-то встречу уже начал интересоваться почему это вот я отдельно на расстоянии от жениха я уже честно сказала что мы расстались никто не верит рассказала всю ситуацию ну так слушал полуха и я говорю а у тебя что ну то есть я смотрю он уже не носил кольцо и уже это также все везде обсуждалось вот и он тогда сказал что он подает на развод и это будет где-то длится около 30 дней потому что время детей нет и все я думаю надо же как заливает я ему тогда помню первая фраза которая сказала ты игрок он такой ну да на поле говорю не только на поле я знаю что ты сейчас будешь мне там заливать но сразу поняла хотя мне казалось что мы будем друзья я верила в дружбу между мужчиной и женщиной потому что у меня были друзья мальчики футболисты нет не футболиста на футболист одноклассники одноклассники и ребята из моего города которыми мы выросли в одном дворе и наши бабушки дружат родители то есть я из достаточно южного города ростовская область город сальск и у нас более другое отношение к дружбе но я правильно понимаю что ваша встреча как раз пришлась на период когда бузовой тараса удалит вот этот тот самый месяц на то чтобы успеть договориться пообщаться и может быть как-то передумать разводиться но он не прям вот сразу да это подал но он просто делился и не только со мной то есть как бы он находился в компании своих очень близких друзей и и спрашивал совета нет он не спрашивал совет он не такой человек который спрашивает совет он то все решил даже наоборот я слышала там может и повременишь и то есть были такие разговоры а когда ты поняла что завязывается уже что-то серьезное как раз таки когда уже он подал на развод и вот я испугалась что я начинаю привязываться несмотря на то что такая компания и я удивилась от ненависти до любви вот этот поговорка в обратную сторону сыграла от ненависти до любви один шаг и я сказала извини нам лучше не не нужно общаться тем более ты женатый человек мне говорят я развожусь я говорю ну вот потом поговорим разведись а потом да я не очень в это верю извини тем более тут еще у меня в голове моя тетя с двух сторон справа и слева которая говорит они все игроки заливают так что не успеешь охнуть ахнуть и все но я не могу сказать что я как-то купилась да на это все я не верила из этой позиции и просто на какое-то время вы отдалились друг от друга когда произошло снова сближение в день развода в день развода он мне позвонил и сказал там прежде он уже сам лично мне позвонил и говорит приезжай мы тут находимся вот в кафе который уже больше не отмечал да ты знаешь как он хотел с тобой снова увидеться что в день развода я тут же пала на день рождения приехала мне во первых было неприятно такое внимание вот это тогда вовсю нас обсуждали потому что не уверена что может быть кто-то из компании там не знаю позлорадствовал но нас правда ничего до этого не завязывалось но в то же самое время ольга бузова уже писал маме дмитрия о том что она знает что у него есть девушка что с ней встречается это стало известно из переписок которые слились потом все знаю что самое было интерес интересное я конечно в курсе не могу сказать что они в курсе меня этим просто задавили взяли мы фотографию из квартиры в которой мы жили с моей сестрой более того моя сестра это все увидела и 11 лет она за меня очень сильно переживала и она также выставила эту фотографию с туалета и сказал это наш туалет то есть она бедная так переживала меня поддерживала то наш туалет это никакие чужие квартиры то есть посыпалась со всех сторон ну вот видишь хорошо что сейчас сидишь во всем этом рассказываешь хотя бы имидж разлучницы обрастет какими-то деталями может быть вообще рассыплется так что-то ему сказала в день развода когда он тебя позвал к себе меня уже никто тогда не слышал то есть там было очень шумно и весело я заметила что он очень сильно переживал потому что ну как бы тут непонятно и что и тут сразу ко мне какие-то предостережит предостережения то есть ты же понимаешь что тоже второй развод сразу он не женится куда вы мне жените дайте мне человека узнать то есть он сказал дай мне время потому что уже тогда вроде бы как да начались какие-то слухи поползли обрушилась и наверное это тот случай когда нас сплотил народ то есть они сами того не понимая как хейтеры нас просто подтолкнули у нас появилась общая такая беда меня выставили разлучиться при этом я еще вообще как бы с человеком не было в супер близких отношениях его негодяем и что остается людям до в психологии как как не сплотиться это очень здорово и стать пары могло да но вот ты все время говоришь что тебе давали советы и тетя и сама ты гоняла в голове постоянно что вот второй брак что он может там как-то поступить а когда все-таки приняла решение поверить ему мне кажется что наверное самого первого разговора искреннего на самом деле хоть и пыталась торгать я поверила ему я увидела что он честный достаточно было разговоров и каких-то предложений что я увидела вот за всем этим таким гулящим до образом уже такой под конец достаточно семейного человека на самом-то деле у которого есть определенное видение которое полностью совпадает в принципе с моим что для него очень важно чтобы женщина на первое место ставила семью детей не обязательно даже детей они же могут также не получаться но чтобы он понимал что он в семье чтобы это было больше душевно не для чего-то никому-то доказать и показать а вот так как есть чтобы это было изначально внутри а не потому что ему угодить а он делился с тобой мыслями о том почему вообще рассыпался его брак с ольгой ведь там была основная претензия с ее слов что ему нужны были дети как можно больше а ольга не хотела детей и она была сосредоточена на карьере не могу сказать что он делился но я интересовалась что было не так там в первом браке во втором потому что во первых я маленькая я считаю на тот момент 23 года и переживала вдруг там нам вообще с ним не по пути он сейчас мне скажет назовет причину а это допустим как-то мне очень близко но вот основное то что для него самое важное это вот чувствовать себя дома что тебя ждут что-то он приезжает после игры накрыто на столе и проводить как можно больше времени вместе тем более что он все для этого устраивает и делает чтобы человек также ни в чем не нуждался он очень щедрый вот как раз таки он очень щедрый это все любят писать я знаю и семейный человек он всегда помогает близким и готов от себя все самое последнее оторвать лишь бы вот помочь друзьям и близким ну а тебе вот 23 года хочется же выходить в свет тусоваться погулять где-то мы выходили мы выходили пусть это не на все мы как-то приняли решение вот пока вот так такая какая-то суета информационная только близкие какие-то тусовки проводили время в караоке так как я обожаю петь и димы ага мы очень хорошо поем еще я с вами не пила еще не раз надо надо попробовать вместе вдруг группу создадим вот у нас должна была выйти песня и вот возможно выпустим а вы еще пить собирались уже год прошел как мы ее спели ты поверила диме когда он сделал предложение предложение он мне сделал так кто-то же новая интересная глава открывается сейчас многие скажут ага абьюзер но здесь я его уже понимаю мы с ним общались он долго смеялся для него это было смешно что мне сделали предложение а сказали что свое будет через год он говорит кто так делает я говорю ну как у нас же нужно просто забронировать заблаговременно место хорошего такой поверь за месяц можно такую роскошную закатить свадьбу это наверное да и где-то через полгода отношения может чуть-чуть раньше так случилось что ну скажу же как есть да это была вечеринка день рождения и потом он мне говорит ты помнишь что ты сказала мама дима твой что ты мне сказала мне так стыдно стало я ничего не помню я же не пьющий человека мне достаточно было бокала а тут их два было и что из того что я говорила тебе больше всего запомнилось он ты сказал что ты хочешь детей я была в шоке потому что я говорила всем никогда я из многодетной семьи всех вынчил думал так сначала я окончу университет получу практику и только лет через десять я может быть созрею для того чтобы родить ребенка ну хотел многодетную но не сразу и когда он мне это сказал я думаю обалдеть ведь это правда к моему ужасу что произошло как это произошло если в тех отношениях как бы нет 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 сначала вот учеба как какой-то такой план был а это вообще просто вне плана который полностью ломает какие-то мои внутренние стереотипы еще призналась думаю какой стыд какой позор но это его на самом деле очень сильно зацепила и подкупила и он говорит я в принципе готов и тут уже новый начался момент думаю к два развода мы планируем ребенка в моей системе это не вяжется у меня сначала должна быть свадьба только потом он говорит ты знаешь ты можешь считать меня тираном у меня были такие условия так сказать условия да возможно это как-то связано было с предыдущими его отношениям что ему сказали что дети должны ждаться семье и он не почувствовал что есть семья я не знаю я так старалась его как-то оправдать хотя что тут оправдывает человек выполнил все что мне обещал и сделал все максимально красиво а предложение да как дарки было в общем а мы начали планировать детей то есть я ему поверила уже второй раз хочу вам сказать второй раз и мы планировали ребенка и как-то вот не очень получалось и расстраивалась думаю что ж такое почему не получается и в какой-то момент прям полностью расслабились помню была какая-то важная игра мы приехали домой и я сделала тест на беременность незаметно сделаю снова будто отрицательный расстроиться зачем мне это нужно и выброшу он уже и забыл что нужно сделать и как раз выхожу смотрю написано беременную что-то внизу еще там песочные часы туда-сюда думаю наверное заглючил показывает неправду нужно выбросить чтобы тем более еще себе не напридумывал тут у меня поймала по пути она покажи что там показала я говорю слушай он глючит он такой почему глючит я говорю на там видишь часы он такой не вижу часов а там написано было беременна две-три два-три он такое смотри беременна 23 уже 23 номер он очень сильно обрадовался а я начала понимать что я этого так хотела но у меня стал нарастать страх и думаю что дальше где свадьба мой такой был важный момент пересмысление думаю что же делать ты боялась что вот родишь и он не же да да как бы у меня в семье это вообще не принято никак очень я переживала я написала папе сфотографировала тест у меня очень тепло отношение с мамой с папой ему сфотографировала отправила он говорит а что значит 23 говорю именно умер поп на что спрашиваешь он такой я понял а скажи мне а что дальше вот этот вопрос прям папа мне тоже добил я говорю папа такой все все понял и я просто ждала и тут дима начал пропадать то есть у нас планировался отпуск и он еще он всегда летом бронирует тур ну отпуск на зиму то есть он был заблаговременно запланирован плюс еще он позвал мою маму отчима моих сестер и брата то есть мы сначала должны были с ним отдыхать на мальдивах потом в дубае всей семьей ну вот как раз таки как он мне потом сказал он тогда мне планировала делать предложение но тут так все совпало что еще и забеременела и он начал пропадать за две недели до вылетом нет его и нет вечером пропадать из дома да ну реже со мной видеться то есть сначала там самый безумный помню его первые сообщения что спасибо тебе еду там самый счастливый и на тренировке ничего не могу думать и начал пропадать и начала переживать общалась тогда вот с подруга слушай ты не знаешь там что может происходить она не переживай все будет хорошо как выяснилось потом она была в курсе готовилась свадьба обсуждалась площадка ведущий а также именно приглашенные гости кто будет нас выступать то есть он это все уже готовил так я смотрю как когда он собирался ничего нет как бы ну я жду вот конечко должно какой-нибудь быть смотрю у него в чемодане как бы ну просто его вещи и думаю в блин а когда он не собирается сделать это полезно посмотреть нет нет я зашла он собирал вещи он обычно всегда это делает прямо в день вылета я так зашла там у него спрашивается смотрю думаю где же она почему нет ничего думаю что же такое потом у меня будет пузо я не хочу с пузом выходить замуж вот и мы прибыли отдыхали как раз таки там были некоторые ребята я не помню из какой команды в общем как коллеги дима и он их знал также к нам потом присоединился феди смолов и все время так сидели в компании тут было весело думаю и как-то я расслабилась и как и в один из дней он говорит мне что сегодня мы поедем на экскурсию смотреть дельфинов я говорю ну хорошо поехали мы поехали дельфинов мы не увидели нам тогда сказал сказал батлер что вы не расстраивайтесь значит повезет в чем-то другом и дима говорит сейчас мы приедем и посмотрим с тобой какой-нибудь сериал или фильм мы любили с ним смотреть вот на айпаде фильм выпьем чай чем закажем номера ну просто там кайфанем говорю хорошо мы приходим я рассчитываю как раз полежать же плохо себя чувствую все-таки это беременность и он говорит слушай а пойдем посидим в баре я кальянчик покурю я говорю ну мы же хотели фильм посмотреть на ку пойдем пойдем я надеваю шорты спортивные майку он мне это все вырывает что с ума сошла выброси это вообще вообще за странный наряд у тебя он такой знаешь бордовый прям для спортзала думаю что не так говорит ну вот же у тебя классные там выбирай что-нибудь из костюмчиков вы напялил на себя такой уже поняла наверное нет не поняла потому что это так все было спонтанно просто лег может приготовить пошли в бар и мы приезжаем как раз таки там стоит стол сердечко нет и по-прежнему ничего не понимал я не знаю почему не догадалась я не знаю почему думала просто какое-нибудь свидание ну знаешь возможно повлияло то что не видела что он с собой брал кольцо то есть из кольца это как-то странно конечно все бывает и не хочу никого убежать в жизни но не случай да там димы и мы с ним сидели тогда выступала группа певица и гитарист очень красивая была песня помню люблю его которое у меня осталось в памяти и вот мы с ним ели потом принесли еще одну порцию и я не заметила что он засуетился оказывается он сказал что немножко пошло не по плану ему открыли там кольцо он бегом закрыл на меня такой смотрят а сейчас отвечает на мои вопросы да или нет я говорю хорошо он ты меня любишь да ты готова со мной провести там всю свою жизнь и такая да ты счастлива и такая да и я до сих пор не понимала потом такой у меня есть эта запись причем такой выходи за меня я такая сижу сижу ты чё ты смеялись долго пересматривали эту запись и просто мое такое лицо такая сижу ты чё такое лицо да конечно надела мне кольцо и вы танцевали и конечно все было уже потом как в тумане мы вернулись в номер там уже написано ай лави анастасия все украшено все было красиво я начала там делиться со своими близкими в чат с подругами отправила кольцо то есть все уже знали это был наверное один из самых счастливых дней твоей жизни да это было 17 декабря он сделал предложение 2017 года и после этого уже прошла свадьба и началась семейная жизнь да а ты планировала что вот когда забеременела что это будет не просто один ребенок а друг за другом практически да я планировала и он планировал то есть это план так да это был план и многие там говорят она бы рожала пока мальчика не родила бы на самом деле нет мы хотели троих четверых на тот момент мы думали три точно и когда вот и девочка забеременела тоже было очень много хейта мне так было обидно мы настолько рады были нашей второй тоже дочки тем более уже знала что я почему-то знала что будет девочка и как-то все знаешь да любят давать советы и все и родственники знакомые вот когда маленький отрыв между детьми обязательно будет одного и того же пола говорю замечательно я буду только счастлива вот и потом вот реализовали свои цели вот все это время пока сначала начали встречаться потом была свадьба рождались дети тебя преследовала тень его бывшей жены и она не молчала она периодически давала какие-то комментарии вот я один запомнила про собачку которую вы завели лаборадора где ольга бузова поставила хэштег все как у бузовой и обвинила и тебя в том числе в том что ты за ней все повторяешь что тебе нужно быть как она на самом деле собачку мне подарил дима это было феврале нет это было 2 марта и дима подарил мне собачку то есть она была очень маленькая тара и от силы было три недели мы решили назвать ее тара это сучка на самом деле то он мечтал очень давно не знаю что там происходило но он не рассказывал что ты они с ольгой хотели завести собачку нет я знаю что он очень любит собак безумно любит собак и у него в детстве было были две собаки ты на себе ощущала вот ее какое-то внимание и подкола в свой адрес скорее нет я понимаю как женщина почему это происходит вот лично я ничего не переживала а сейчас тебя уже отпустила эта ситуация хейтеры да я стала по-другому смотреть и хейтеры внимание ольги потому что периодически все-таки появляется например случай могу вспомнить когда дима хотел пропиарить свой проект родина медиа назывался футбольный клуб и ну просто все были в шоке когда он обратился к своей бывшей жене к ольге гузовой с предложением поучаствовать как-то в проекте добавить ему популярности вот мне интересно просто твоя реакция на это когда ты это увидела я это не увидела мы это обсуждали то есть я даже скажу больше не знаю говорила но скорее всего говорил в одном из интервью что мы как-то пересеклись 14 февраля в ресторане это видео знаменитое где вы где вы вместе сначала туда ольга заходит а потом вы или сначала вы потом она я вот не знаю не видела честно обсуждали все когда тут поехал снимать и увидели что вы сидите в одном ресторане да и вот пересеклись и как бы это не выглядело что встретились два человека где один держит обиду нет то есть это было нормальное общение нормальное общение и как бы на хорошую дочь о чем разговаривали представила меня вот как честно говоря не помню мы уже уходили и как раз таки она окликнула то есть вполне себе человечный случай как бы ничего такого не было что от нас ждут или что раскручивается также понимаю что такое пиар и для чего все делается прекрасно я же журналист вот кстати мы эту тему сейчас затронем вернусь к этому случаю когда он к ней обратился она его отшила в грубой форме практически послала складыша вообще мне кажется что когда человек ведет свои социальные сети он ведет их не один и у каждого человека есть свой пиарщик советчики советчики конечно потому что дима советовался с тобой когда вот решил вообще это сделать обратиться к своей бывшей жене да советовался ну как он не то что там у меня спрашивал все таки я позволяю не тоже позволяю что мужчина должен сам принимать решение тем более что он не единственный до владелец клуба не вместе саши текила и я думаю что они все обсудили но раз посчитали это нужно тем более что саня тоже акула пиара еще та и поэтому я спокойно абсолютно но когда получил отказ не посчитали что это ошибкой было вообще не надо было это делать нет все получили что хотели согласен а то есть об этом клубе все равно все узнали конечно благодаря этой истории это была твоя идея нет правда нет я больше из таких вот знаешь мой дядя самых старых правил и что что выходить нужно выезжать на качествах в этом немножко разные еще одна тема которой вас постоянно дергают и мусолит это дом который вы никак не можете продать дом где жил дмитрий тарасов с ольгой бузовой он успел там пожить не успел они его проектировали строили но в результате туда въехала ты как хозяйка поэтому естественно она я не думаю что ей было приятно и все обсуждали этот дом но снова начались обсуждение когда решили все таки его продать почему решили продать вот как раз таки по этой причине мне хочется что-то свое и я уже как мама рассуждаю здесь как женщина который есть три ребенка который очень хочет чтобы они были в безопасности и я не хочу чтобы им также говорили так как я не знаю как они отреагируют конечно мне хочется вырастить сильных и независимых личностей но детская психика это детская психика и от всех каких-то там не дай бог еще вредных одноклассников я не смогу уберечь и поэтому я сказала дим если ты не против я бы очень хотела выбрать сама дом с ремонтом который я хочу и чтобы ни в коем случае ни один потом человек не сказала нашим нашим с тобой дочкам и сыну что вы живете там где бывшая папа у меня тут милана недавно расплакалась когда она узнала нам же приходит старшая дочка дима ангелина и я старалась объяснить она спросила просто откуда она взялась он так спросила говорю это вот дочь папы папа твой был когда-то женат и рассказала что не была жена и вот у них родилась ангелина начала плакать папа не может быть женат ты его жена я блин наверное рано и начала но в то же время она же спросила и она очень вот болезненно отреагировала но дом дорогое удовольствие для того чтобы новый купить наверное это все таки надо продать да почему не можете продать там я знаю цена то снижается то повышается для меня важно кто будет покупатель какая разница спалили уже честно как это же наша энергия тем более он такой светлый у нас там появились детишки он очень чистый между прочим даже друзья у нас после нового ночи в нашем доме также стали родителями то есть я его там же этот дом счастливые счастливые но дети мне дороже психика мне хочется вот чтобы у них было спокойствие как родительница я смотрю на это первостепенно чтобы ни в коем случае никто не подошел и не сказал я не знаю как они к этому отнесутся долго вы уже его продаете есть ли сейчас покупатели какие-то мы то продаем вообще продайте его у нас шоу сколько стоит у нас уже в процессе все же да да а я думала сейчас здесь выставим на продажу аукцион да за сколько продаете о этого я не знаю так в процессе то есть еще идет торг да несколько покупателей а вы все еще там живете да но я знаю что ты купила себе квартиру да и объявила об этом что у тебя теперь есть своя квартира а почему ты сказала своя а не наша да мне как-то и дима говорил от этого квартира я ничего не имею против конечно он мне поддержал и даже дал сумму тоже определенную то есть он тебе помог но он помог да помог но она записана на тебя да и в случае чего потому что жизнь может по-разному повернуться ты останешься с этой квартиры фактически да я не смотрю там какое-то будущее не стараюсь ничего предсказать просто я считаю это нормальным конечно же в случае чего за душой что то есть и вот здесь вопрос у вас есть брачный контракт нет никакого и никогда и вы это не обсуждали мы один раз это обсуждали потому что компания с которой я вот как раз таки сотрудничала они попросили чтобы дима подписал что он не претендует на квартиру и он без проблем и он спокойно это единственный который у нас есть сейчас уже живя до в такое время тем более что у меня сестра учится в юридическом вузе я на это смотрю наоборот спокойно и я понимаю почему многие заключают брачный договор контракта он же в этом ничего такого точно нет но у нас его нет но у вас тем более много детей и даже если что-то не дай бог это очень удобно все смотрят только в одну сторону да и учитывают одну причину и туда можно прописать разные и когда временно один остался супруг без работы как тогда действует и в случае другом вот кстати еще про один такой случай все обсуждали историю с алиментами которые платил дима на свою старшую дочку предыдущей жене первой и в какой-то момент эти алименты стали очень большими стали ударять по вашему бюджету и ты обратилась к юристу екатерине гордон до просьбой как-то эту сумму скорректировали и в итоге ты сама платила эти элементы помогала диме их погашать конечно я помогал у нас был общий бюджет и дима этого не стесняется у футболистов на самом деле не только бывают радости а также самое сложное в их жизни это травма и окончание контракта и так так сложилось что мы и клуб понимали да тогда прекрасно что дим получил травму и продлевать опасно было сказали давайте сначала восстановишься и потом это было очень серьезно и операция была 10 месяцев он находился без клуба и без дохода без дохода то есть какой-то был незначительный да там из инстаграм и у меня был и когда так смотришь на бюджет и 90 процентов уходит на элементы сразу понимаю что 90 процентов бюджета на элемент да да это по закону фиксированная плата была фиксированная сумма поэтому он обратился то есть они не с целью да там как меня выставили такая злая мачеха все мешает я наоборот как раз таки как ребенок разведенных родителей где экологичные отношения между разведенными родителями более того у меня экологичные отношения между всеми участниками даже вот новый год встречали папа с мачехой из с нами все вместе и мама с отчимом это экологично называется конечно никто не враждует все общаются прекрасно а как вот та сторона и мать дочки отнеслась к тому что сумма значительно уменьшилась я не знаю даже что вот не обсуждали но вы добились уменьшения да конечно сколько во сколько раз она стала меньше сделали его вот как раз таки в процентном соотношении как полагается так как было на тот момент у меня двое детей то есть сделали одну шестую и учли всех детей которые еще появились еще добавили помимо от 1 6 еще фиксированная сумма мне интересно почему этим вопросом вообще занималась ты ты взяла на себя роль этого человека который разрулит ситуацию объясню почему это кстати еще один бич нашего времени как только футболист начинает достигать определенных высот рядом с ним появляются люди которые стремятся и очень сильно хотят урвать себе часть зачастую это адвокаты которые ведут их дела юристы и прочее и к сожалению несколько раз вот были ситуации были ситуации где попадались недобросовестные специалисты которые допустим озвучивали сумму это дело на самом деле вообще столько не стоит или наоборот ну а сам дима не в состоянии разобраться ему наверное было некогда скажу больше не но он конечно встречался все это посещал но он просто никогда не присутствовал на суде один раз он туда по и приехал и то он потом пришел возмущенный говорит это вообще похоже на какой-то цирк потому что тогда помню даже это озвучил меня просят доказать что у меня нет банки денег причем называют банк который вообще на годы же не посещал и каждый каждый вот каждое заседание нужно было доказывать что у него нет в этом матке такой это же просто смех сколько таких посещать и каждый раз перенос делаю пока вот не принесешь документ что у тебя там ноль как сейчас строится ваш доход на чем вы зарабатываете сейчас сейчас папа работает вам красивая нет на самом деле также продолжаю зарабатывать от социальных сетей учусь параллельно реклама заработок социальных да учусь параллельно но есть конечно у меня планы но я вот планирую кое-что на чем зарабатывать дима это проект вот этот родина медиа что-то есть у него футбольная команда футбольный клуб медиа родина медиа и баскетбольный они два президента саши а как им удалось их получить или они их создали создали придумали а деньги откуда на эти клубы спонсорство а со спонсорами договорились конечно сейчас без этого никак и какие успехи у этих клубов например в прошлом году ребята дошли до финала и я так переживала даже это футболисты или баскетболисты футболисты то есть они были на финале с командой тут рот там уже вопросы с действием конечно не очень хорошим но конечно это были невероятные эмоции ребята поняли планку и приняли решение все-таки в этом году точно забрать кубок а вот баскетбольная команда которую не сформировали буквально за месяц я помню дима подошел ко мне он мне тогда горошил и говорит мы сейчас набираем баскетбольную команду через две недели что ли через три старт сезона ты что с ума сошел какие две недели три это вообще нереально это кто так начинает угадайте у кого кубок они победили да да это были очень мотивированные ребята как раз таки те которых не рассмотрели предыдущие команды представляете как их сплотили ситуация повторяется когда никто не верит в тебя ты достигаешь а ты вообще гордишься успехами мужа прошлыми спортивными достижениями конечно и что считаешь самым его главным звездным моментом самый главный момент успеха остался человеком это очень важно что его не сломали деньги не разбаловали не извратили это какие еще бывают ситуации что он остался человеком очень человечный пусть это будет автология я правда таких людей еще не встречала который так переживает за близких за моих близких то есть он абсолютно толерантный и альтруистичный а уход из футбола он тяжело переживал да это как раз выпало на планирование нашего уже третьего малыша я давно завершила для этого дела кормление мы вернулись из отпуска контракт с рубином закончился и вот тогда я видела что происходило с димой и просто была рядом слушала понимала что не могу так особо поддержать я просто даже не знала как но потом он мне сказал что самое главное что я была рядом и чтобы он ну конечно были моменты когда мне что-то предлагает точнее не предлагает а рассказывает делится и говорите мне кажется этот не стоит там или еще что-то потом уже пересмотрела свою позицию и говорю знаешь если считаешь что это нужно то пробуй почему бы нет соответственно тогда тогда и забеременела через месяц и у нас еще крепче стали отношения лучше и как раз пошло обсуждение вот футбола медийного он начал играть на спорте в команде и он очень переживал как я к этому отнесусь мы же решили уйти из этой всей медиа сферы он говорит я просто переживаю и не знаю как ты к этому отнесешься потому что все-таки медийная команда начнутся интриги начнутся какие-нибудь желтые сми будет пристальное внимание ты понимаешь что это ну сложно там где это открытый футбол почему в чем отличие да помимо того что там играют известные люди половину профессионалов даже меньше половины остальные все медийные кто кстати там играет а сейчас кого только там нет я знаю что команда есть соболева если они ошибаюсь нет вот в команде димы кто играет из медийных людей много у них сейчас полностью перезагрузка так сказать и новые игроки совершенно появились и блогеры какие-то наверняка там бегают и блогеры и ютуберы то есть я даже не успеваю следить и как-то так вот я прихожу и болею за команду отдаю свою энергию приходишь на мальчик да стараюсь приходить на вот сейчас после операции пока то что нельзя громко кричать напрягаться и дим переживать за меня говорит там холодно пока не но давай про тебя тебя же тоже есть амбиции я знаю ты учишься на журналиста школе на останки да а до этого факультет закончила ну я кончила рудэн факультет филфак как раз так филологические отделения журналистики но сам понимаешь что в основном была теория мы конечно проходили кандидра какая была кафедра массовых коммуникационных процессов а то есть это не телевидение не печать а вот именно мы все и там и там понемножку было но я поняла что мне этого недостаточно и приняла решение попробовать себя в высшей школе останкина я туда сейчас попала с третьей попытки не потому что меня не брали туда тяжело пасть нет я уходила в декрет а то есть первый раз я пришла беременную думала ну 9 месяцев отхожу порожу и сразу вернусь но уходила рано потому что и тяжело было и плохо а сейчас уже когда я третий раз начала не беременная понимаю это просто небо и земля нет никаких переживаний эмоций этого бешеного пролактина нет этого свода в ушах беременного то сейчас уже вообще по-другому на все смотришь из первого дубля даются записи то есть это очень интересно там почерпнула нового чего не узнала на факультете в рдн практика вся практика и очень мне нравится что все звезды у нас преподаватели а вот все-таки кем ты себя видишь журналистике ведь есть телеведущие есть там репортеры есть кто-то за кадром есть это технический процесс там какие-то есть критики аналитики кем ты видишь себя тележурналистом тележурналист это ведущие в кадре да ты хочешь быть в кадре как брать интервью вот так же или рассказывать о чем-то или снимать документальные фильмы у меня уже был небольшой опыт когда дима играл в казани я вела спортивное шоу акбарс это как раз таки хоккейный клуб очень известный и в россии в татарстане так вообще души в нем не чают как и салават юлаев так вот и мне очень понравилось но так как это был мой самый первый такой опыт самый первый это неправильно первый опыт конечно многие моменты не знала и было сложно первое время но еще знаю что мне тогда тормозило еще свежие были такие у меня раны от этой от этих хейтеров и в основном наверное смотрели как говорят да сами хейтеры это самые преданные фанаты так и было то есть критиковали критиковали страшно что были моменты что критиковали ты симпатичная девушка умеешь держаться в кадре взяли ее зачем разлучницу она вам шоу а причем подожди разлучница и журналисты ведущие в кадре как это вообще ну мало ли кто-то ведет какие-то говор критиковали речь речь а ты сделал какие-то выводы потом я не знаю прошла какие-то специальные курсы и до сих пор их прохожу обучаешься речи а у кого вот в школе останкина да он вячеслав усов преподаватель а до него я немножко успела позаниматься с актрисой дубляжа оли половинкиной она тот самый голос который мы слышали в магазинах h&m кока-кола озвучивала то есть такой мягкий приятный бархатный то есть я стараюсь у всех брать всего понемножку давай так в каком проекте бы ты хотела быть телеведущей семейные мне кажется этого не хватает это ток-шоу возможно да ведущий ток-шоу и брала бы там семейные темы да их очень мало в основном у нас сам понимаешь на что идет уклон а сейчас этого правда очень не хватает такой формат где возможно будет все логическая помощь обсуждение потому что когда я была беременной ага сейчас вы на все карты все начнут воровать идеи так не вздумайте никто воровать идеи я поняла самые сложные периоды женщины планирование беременности сама беременность и после родов это правда очень сложный и мне бы хотелось не только там видеть женщин но и мужчин потому что мы совершенно разные и то что некоторые психологи проповедуют да там о каком-то понимании либо наоборот чрезвычайном эгоизме это все плохо все не об этом я хочу чтобы был такой даже помимо шоу некий центр поддержки этого тоже не хватает да теперь я обсуждала как раз таки вот на союзе блогеров госдуме да первый всероссийский съезд но тогда тебе придется конкурировать с той же самой юли барановской которая похожих шоу участвует и ведет их тебе вообще нравится как она ведет я смотрела конечно не многие но это больше не мой формат все-таки я себя не в таком вижу а в каком ведь же качество журналисты как раз должно быть юля активная она там активно выдает свое мнение как нет я не обсуждаю ее как человека ни в коем случае мне наоборот очень она нравится особенно как человек яркий пример что жизнь не заканчивается на разводе и при этом я не помню чтобы она как-то поливала грязью вроде не было из-за того как не было подожди не внимательно следить за верно да там такая санта-барбара на фоне которой у тебя тишь да гладь видишь когда все с тобой происходит ты думаешь что больше ни с кем не происходит так происходит с тобой но есть у тебя какие-то кумиры ориентиры в журналистике может быть любимые современные журналисты современные ведущие я стараюсь не выбирать кумиров потому что вот как происходит да с известными психологами потом какие-то случаи за которые потом не очень приятны но мне нравятся все преподаватели которые у нас работают я наверное могу сказать что я кумир там и шнейдерова давида алексеевич у нас был анатольевич работал тоже очень умный мужчина и мария это не кумир ты фанат тогда да 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 извините ну а кто знает кто знает это все возможно хотя может ты их кумир ты выглядишь что я не удивлюсь вот мария сителя мне очень нравится мария сила на ласточкина они прям потрясающе мне нравится как ты в итоге видишь свою дальнейшую жизнь в плане своего какого-то все-таки творческого воплощения работы вот у тебя трое детей и не факт что еще четвертый не появится судя по вашим темпам мы судя по желанию мужа это он хочет четвертого я думала попозже как-то да то да хочет то есть нам ждать уже скоро до нет я пока всячески обороняюсь как могу тем более куда пока еще нельзя как ты вот это все планируешь совмещать свою многодетность кучу заботы с профессии которые все-таки ты обучаешься и хочешь добиться успехов я так понимаю пока я смотрю по мере возможности так как у нас девчонки ходят на гимнастику спортивную и я вижу какой у них результат то есть это не сами попросили это не серии я захотела да их отвела нет они долго настойчиво просили я игнорировала потом подошел ко мне дима и сказал ты знаешь у нас дочери хотят на гимнастику объясню почему мы уже прислушались потому что моя младшая сестра на гимнастка и часто моя мама приезжала когда в гости она ее разминает и девочки видели и слезы и радость и их это не спугнуло и когда мы привезли их в центр вот ирины винир они не испугались того как всех тянули как девчонки плачут как выступают наоборот загорелись и сейчас сделают успехи и я частично также занимаюсь тем что отвожу их на занятия им это очень важно чтобы встречал родной самый близкий человек и не по-другому тогда занимается ведут себя то есть я знаю как никто что спортсмену очень важна поддержка самых близких людей и я не хочу их пока перекладывать на кого-то пока есть возможности учусь параллельно вот занимаясь рекламой в социальных сетях есть один кое-какой проект но я пока стараюсь не озвучивать потому что смысл говорить о том что еще пока не реализовал а в госдуму ты как попала меня пригласили меня нашла директор основательница одна из основательниц всероссийского союза блогеров и пригласила сначала на встречу мы с ней пообщались и мне стало это интересно и здорово что решила дума прислушиваться к людям так сказать они нас называют глаз народа потому что мы как никто общаемся очень близко со своими подписчиками мы знаем примерно проблему каждой семьи что им нужно как раз таки благодаря всем этим опросам которые были перед марафонами да таким вот вопрос ответ я знаю что нужно публике моей до которыми читает каких основные проблемы это не москва это области которые живут по определенным таким вот недостатком и как раз таки моя главная цель была заявить а об их по об их просьбе помощи что какие проблемы основные требуется решить у всех поголовное сейчас тем более время такое что в семье проблемы проблемы с трудоустройством что еще вот ориентиры до плохие спутанные плохие отношения с ребенком я финале нашего интервью все таки хочу задать себе вопрос как ты считаешь почему брак димы тарасовой с ольгой бузовой не получился а в тебе ему удалось найти вот свой идеал эту семью о которой он мечтал какой интересный вопрос я не хочу думать в негативной позиции негативном я стараюсь выбирать позитив поэтому скажу наверное почему получается потому что мы два таких вот человека которые встретились и наши цели совпали совпадают потому что я вижу как он старается для семьи и я считаю что я стараюсь для семьи во многих аспектах мы учимся слышать друг друга потому что иногда бывает тоже не просто разные вот я уже озвучивала бывают периоды и сейчас наверное один из таких вот классных периодов когда мы научились нашли подход друг другу и стараемся это все поддерживать и почему наверное потому что он стал к этому готов вот и все и я была готова а про себя почему-то ты не говоришь вот чем ты лучший что-то ему такого дала чего не смогли ему дать до этого здесь не вопрос кто лучше кто хуже есть просто твое и не твое как бы это не было грустно это вот не совсем удачный пример да вот кто-то любит персики а кто-то там не любит их здесь странное сравнение здесь я тоже не могу за него говорить почему так вышло но говорят же в ссоре виноваты оба и в браке виноваты конечно будем считать что вы не виноваты а вам двоим повезло я думаю что просто он пусть и таким горьким путем да и в чем-то посчитает его нечестным вынес определенный урок вынес определенную модель которую он хочет и уже увидел ее допустим во мне ну и на этой прекрасной ноте мы и закончим и наконец-то все посмотрят интервью с той самой разлучницы как все считают анастасией костенко тарасовой только тарасовой как ты себя называешь спасибо большое что была у меня смотрите наше интервью с аленой блин подписывайтесь на ее канал ставьте лайки и оставляйте комментарии спасибо большое тебе алена что пригласили вот такая хорошая девочка такая милая куколка барби просто что вы еще ненавидите хейтеры отстаньте спасибо